Добрый день! Сегодня 1 сентября 2024 года. Я читаю очередную главу из писем, которые Леночке прислала ее мама из первых дней войны. Сегодня мама моя написала длинное письмо. Вчера писем не было, поэтому сегодня очень длинное. Как я хочу, чтобы в Украине закончилась война, и не нужно было описывать тот ужас, который испытывают мои 80-летние родители. А мне как хочется, а мне как хочется. Причем это все может решиться вот так. Выведите войска с Украины. Все, конец войны. Добрый день! Идет 15-й день войны на Украине. У нас минус 3 градуса идет снег. Ночь была тихой. Даже не летали самолеты. Я хоть выспалась. Перекличку сделала. Смотрите, как она говорит. Утром встала, всем перезвонила, узнала. Все лежали. Спокойно в Днепре, в Запорожье, Полтаве, Прилуках. В Харькове всю ночь были взрывы. Но у Харькова уже есть электроэнергия. Ночью и нас бомбят. Николаев. Горят дома. Все эти 14 дней Женя Кудлай со своими маленькими детьми живет в подвале. Хочет уехать к Алене и Юлечке на Кипр или Финляндию, но пока не может вырваться из этого пекла. Сегодня открыли 6 зеленых коридоров и будут привозить беженцев в Полтаву, Днепр, Лозовую, Запорожье. Хотят вывезти с особо горячих точек Сумы, Чернигов с пригородами, пригороды Киева, Буча, Ирпень, Гастомель, Харьков с изюмом, Мариуполь. Только что сообщили, что расисты начали обстреливать согласованные с ними зеленые коридоры. Вывезут людей или нет, узнаем позже. Мариуполь по-прежнему в окружении, без еды, воды, тепла, электроэнергии, без связи. Ночью был авианалет. Эти недели еще и бомбили сонных истощенных людей. Днем раньше от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Он был около своей мертвой мамы. Только что передали, что расисты разбомбили больницу и роддом. Жертвы уточнят, когда разберут завалы. Страшно смотреть на разруху и воронки от бомбежки. В Мариуполе просто гуманитарная катастрофа. Это геноцид. Живых людей медленно превращают в мертвых. Город Савутич и Чернобыльская АЭС без электроэнергии. Повреждена высоковольтная линия. Этим нарушено охлаждение радиоактивных отходов, от перегрева которых может произойти, аналогичное тому, что было 35 лет назад. Идут бои. Отремонтировать высоковольтную линию нет возможности. АЭС контролируется расистами. Обслуживают наши специалисты. Да, я помню, что их не выпустили. На территории неразорвавшиеся снаряды есть мины. Запорожская АЭС тоже под контролем расистов. Южноукраинская АЭС в Николаевской области под нашим контролем. Поэтому они извереют в Николаевской области. Папа Юли подруге Владимира живет в селе под Херсоном. Я видела в Ютьюбе, и это рассказывал Юлин Папа, что на Харьковской террасе, где прошли бои, много брошенных бронемашин, танков, и прямо вдоль дороги валяются куски человеческих тел, руки, ноги и так далее. Зрелище страшное. Это покипшие русские. А их, сучения в кавычках, ждут матери в России. Да, я помню эти первые дни, когда украинские женщины выносили им сало и хлеб, и говорили, мальчишки, вы зачем пришли? Они говорят, да у нас на учения послали. Действительно, и форму привезли парадную для того, чтобы на Крещатике поучаствовать. Сегодня расисты зашли в Скадовск. Они разъезжают по городу на своих броневиках. В мэрии забрали все свои документы и ушли со своего здания, пока их не бомбили. Анютка с малышкой вчера приехала во Львов. Сегодня почему-то она пошла к врачу. Когда уезжала из Днепра, она была здорова. Я знаю, что она в положении. Вчера упал снаряд на стадион школы в Днепре. Никто не погиб. Но повыбивала окна в здании школы, где проживают беженцы. Леся обустроила цокольный этаж в доме. Поставила стол и табуретку, которые сделал своими руками дедушка Андрей. Поставила стулья, кресла с дверных полотен и кирпичей. Сделала лежачее место. Положила туда перину и одеяло. Хотела перетащить туда один холодильник с кухней. Но потом решили, что пока не надо. Когда объявляют тревогу, все идут в подвал. Мне трудно ходить, а спускаться по лестнице еще труднее. Я просто на четвереньках могу зайти в подвал. Поэтому остаюсь на первом этаже в ванной комнате. Леся уехала на добычу продуктов. Стоит в очереди в Днепромлыне за мукой. В магазине муки нет. Хлеб привозят, но быстро разбирают. На две семьи Леся возьмет два мешка муки. Вам известно, сколько я сделала летом консервации. И сейчас я еще научилась делать тушенку из мяса. Вчера появилось в Ютьюбе, что объявился в Минске бывший президент Янукович. Примерно месяц назад он написал в Украину какое-то письмо или заявление. Сейчас он хочет встретиться с Зеленским и хочет предъявить свои права, что его свергли в 2014 году незаконно. Официальные лица ответили отказом. Я уверена, что это козни Путина. Он что-то замыслил. Януковичу, как простому человеку, стыдно будет в глаза смотреть народу, который он бросил в трудное для страны время. Да, сбежал, значит сбежал, ребята. Вчера говорила с Россией. Очень печально. Но они уверены, что это не война, а благородная операция по отношению к Украине. Русские верят в это благородство. Мне рассказывали о детской могиле Алии Ангелов на Донбассе, где похоронены погибшие дети от бомбы украинских военных. На снарядах написано «Все лучшее детям». Я тоже видела это по русским каналам еще до начала войны. Странно. Вся Россия от Москвы до Владивостока знает об этом. Это потому что пропаганда. А почему мы, находясь 200 километров от Алии Ангелы, узнаем от ТВ России и от россиян? Всегда сарафановое радио работало со скоростью звука. Это утрированная легенда. Такая же, как о занученном мальчике. Да, помню этот сериал тоже. То, что было на Донбассе, это замысел Путина. Он поставлял оружие на Донбасс, стравливал русскоязычных с украиноязычными, посылал своих военным, чтобы конфликт не затухал. Абсолютно верно. Чтобы взять под контроль Украину, он разрушает наши города и села, убивает женщин и детей. Разрушены или выведены из строя 34 больницы, в том числе роддом. Не в роддомах, а в подвалах домов и метро, где спасаются люди от бомбежек, родилось за время войны уже 10 малышей. То и дружба Украины с Россией, которая лилась 450 лет благодаря Богдану Хмельницкому, пришел конец. Украинский народ не простит то зверство, которое устроил на нашей земле русский недоцарь Путин. Он наврал своему народу, что на спецоперацию в Украину не отправлял срочников. А фактически пацаны, у которых даже усики еще не выросли, Путин послал на войну. Те, кто попал к нашим в плен, не знали, что их послали убивать людей. Они надеялись, что их тут встретят хлебом с солью. Русские солдаты и офицеры призывают у нас в эфире не выполнять приказ Путина и не убивать людей на Украине. Наш президент Зеленский обратился к русским, чтобы не убивать украинцев, чтобы не выполняли преступный приказ их президента Путина. Услышат ли в России? Да уже два с половиной года не слышат. Не слышат. Написало много, но все равно это кратко и не все. Нас предупреждает, что в любой момент может прекратиться связь. Пока все, я ухожу на свою вахту. Мы держимся. Молитесь за украинский народ. Больше ста тысяч украинцев уже вернулось на Украину защищать страну. Да, я помню этот момент. Слава Украине! Слава Украине! Слава нашим бойцам! Обнимаю всех, мама! Полностью согласна и поддерживаю свою маму. Не забудем, не простим. Слава Украине! И я полностью согласна, ни на какую дружбу с Россией больше рассчитывать они не могут. Если бы они даже напали, но через неделю вывели, и то не отмылся бы этот грех и не отмолился. А сейчас я не знаю, будет ли когда-то возможность подать руку тем, кто сегодня зигует. А с вами была Галина Смис. Я сейчас постараюсь еще следующую часть прочесть, только маленько успокоюсь. Тяжело читать мне, но я хочу, чтобы у меня был задел, и чтобы во время моего путешествия эти ролики тоже выходили. Спасибо, Леночка, за то, что переслала.